Особое мнение на 101FM И при прежней нашей с вами встрече мы как раз обсуждали эту тему Вы говорили тогда, что объехали 10 объектов таких, где были снесены дома Где производилось скрытие грунта И везде одна и та же история Это провалы, кабели торчат, фундамент выше уровня земли Вы тогда сказали, что это катастрофическая ситуация Что это не исполнение подрядчикам необходимых обязательств Потому что должна производиться выемка фундамента И устранение всех коммуникаций неработающих Подчеркивали тогда, что вся информация по этому вопросу По неправильности сносу домов Доведена до главы администрации Ильи Шульгина И что отправили документы в правоохранительные органы Прошел месяц, что изменилось? Больше 100 таких площадок вы насчитали? Да, значит, всего их больше 100 Сейчас речь идет только о одном подрядчике Это ООО «Березка» Они снесли в течение последнего времени, в течение двух лет Снесли 8 домов Сейчас все эти 8 домов правоохранительными органами обследованы Везде история одинаковая То есть везде фундаменты, мусор То есть все это было закопано И, так скажем, ну то есть все, что они должны были убрать Вот эти демонтаж фундамента, вывести мусор Фактически это ничего не сделано Администрация признала, что им причинен ущерб По крайней мере на сумму контрактов На сегодняшний день, насколько мне известно Потериалы будут передаваться в Следственный комитет И уже они будут принимать решения по возбуждению уголовного дела В отношении подрядчика В первую очередь это пошельничество Так как фактически он получил бюджетные деньги за снос данных домов И в контракте, и в сметах Это все было указано, что он должен был сделать И второе, я думаю, что, надеюсь, по крайней мере Что Следственный комитет привлечет в том числе и должностные лица Это должностные лица управления ЖКХ Это те, кто подписывали акты выполненных работ Хотя в большинстве, по, так скажем, большинству адресов Там даже визуально было видно, что фундамент торчит Есть провалы То есть, ну, там была такая ужасная картина И поэтому вот говорить, что это было не замечено Ну, честно говоря, я в это не верю Я считаю, что тут есть коррупционная составляющая То есть, ну, как и, в принципе, большинство историй, которые сейчас в городе и поднимаются Я думаю, что знало ли руководство города о таких вещах Ну, я думаю, что знало Потому что это, допустим, первый дом, который был вскрыт и раскопан Это Орловская, 46 Центр Да, это центр Это специально поближе к администрации Чтобы все сотрудники администрации, особенно бывшие Могли сходить и посмотреть то, что они оставляли после своих подписей Вот эти свалки в центре города На сегодняшний день часть участков переведены под зеленые зоны Но фактически на них невозможно ничего сделать Потому что, ну, реально там свалка То есть, их нельзя как-то использовать Там сделать какой-то скверик Там детскую площадку поставить Все это, наверное, провалится Да и это и небезопасно Мы все помним недавнюю историю Когда девочка у нас в детском садике провалилась Поэтому я думаю, что Ну, вот мое мнение Ну, это уже задача правоохранительных органов доказывать Но мое мнение, что это именно Производилось за какие-то там Откаты каким-то чиновникам И вот они закрывали глаза на вот то, что делали подрядчики А что за подрядчик такой, березка? Почему? Это ОООшка То есть, их там на самом деле несколько Это сейчас, значит, исследуется деятельность одной такой самоорганизации Значит, которая организовывала свалки в нашем городе На самом деле, насколько мне известно И я как депутат буду доставить на том Чтобы были вскрыты все абсолютно дома Ну, естественно, это те, которые не вовлечены в стройку участки То есть, если где-то построен дом, то понятно, что там уже Как бы это, наверное, не так актуально Вот, а все пустые участки Я постараюсь и буду добиваться Чтобы они были все раскопаны Буду в этом активно участвовать и помогать Вот, поэтому есть организации, которые уже и ликвидированы То есть, вот, допустим, есть организация, которая в 2014 году снесла 9 домов И в 2015 году она ликвидирована Причем это такая уникальная организация, которая из 70 заявленных на аукционе выиграла 44 То есть, это, ну, говорить о том, что организация специально создана под какие-то муниципальные истории То есть, ну, я думаю, что тут и так понятно Вот, поэтому сейчас, так как не представляются возможности городу в счет там гарантийных обязательств Чтобы они исправили свои виды работы Я думаю, что мы обратимся с заявлением в правоохранительные органы Там, значит, будет привлечен, наверное, руководитель-учредитель данной организации И, наверное, на него также будет, ну, я так думаю Надеюсь, что правоохранители будут думать так же На них будет возбуждено, там, ну, наверное, что-то типа мошенничества А и после, ну, как бы в рамках уголовного дела Мы постараемся также добиться, чтобы все вот эти данные участки В том числе фирмами, деятельность которых там прекращена Или на сегодняшний день не работают, чтобы добиваться Чтобы они минимум все исправляли Вот на сегодняшний день березка, по крайней мере, она идет и перекапывает Вот все данные участки выкапывает То есть, это, ну, такой очевидный плюс для города Хотя бы эти участки уже можно говорить Что вот они действительно сделаны там нормально, хорошо И как-то могут в дальнейшем быть использованы А о каких деньгах вот речь шла, например, за снос одного дома? Сколько получали по контракту подрядчики? Суммы абсолютно разные, причем они не поддаются никакой логике на самом деле Там есть двухэтажный дом, мог сноситься за 99 тысяч Это, видимо, для того, чтобы не проводить аукцион Кстати, вот до 2014 года, видимо, когда денег было у нас в стране побольше Суммы были менее скромные То есть, там за домик, маленький двухэтажный домик, там 250 квадратных метров Из бюджета выплачивали 350 тысяч рублей Причем, что 90, что 350, история везде одна, везде свалка Поэтому тут значение, то есть, нет такого, что 90 сделано плохо Там 350 сделано хорошо, везде там и там помойка Я думаю, что чиновники подписывали, ну, я не знаю То есть, если подрядчик сносит там в районе там от 100, там, скажем Вот есть, кстати, история, которая как раз вот у меня в округе по улице Торфиной Там дом снесен 6 лет назад, а запроцентован он в 2017 году Ну, там сумма, правда, совсем небольшая, там около 50 тысяч, но тем не менее То есть, дом реально снесен 6 лет назад, запроцентован в том году Ну, вот, после этого Что значит запроцентован? Запроцентован и получены деньги из бюджета в том году А фактически его убрали там 6 лет назад То есть, это органы на сегодняшний день тоже установили И, ну, понятно, что сумма не такая большая Но, тем не менее, если мы посчитаем, какой ущерб был причинен городу за протяжении 10 лет Ну, вот, по моему убеждению в городе То, что я сейчас вижу как депутат Вот все истории, которые мы обсуждаем на Думе, на комиссиях думских Которые приходят люди с какими-то обращениями То есть, я считаю, была создана такая, ну, знаете, воровская преступная группировка, на мой взгляд Которая, где каждый был чем-то задействован То есть, вот, допустим, самые мелкие чиновники получали какие-то там с небольших сумок С каких-то подрядчиков Ну, а уже там лидеры этих группировок Они, понятно, уже этим не мелочились, наверное А уже продавали что-то более существенно Там что-то типа парков Так, вот здесь мы сейчас прижаемся на полминуты И продолжим с Денисом Ерохиным Это его особое мнение Депутат городской думы города Кирова И член партии ЛДПР Это серьезное, серьезное такое ваше особое мнение По поводу городской группировки Продолжим через полминуты Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня у нас в гостях депутат Кировской городской думы Денис Ерохин Я знаю, что сейчас раздаются звонки Люди пытаются прорваться в прямой эфир и задать вам вопросы Напоминаю нашим слушателям, что в особом мнении не предусмотрен прием звонков А у каждого звонящего есть возможность на сайте эхакирова.ру Под фотографией гостя задать вопросы в течение как минимум суток И даже сейчас, пока гость у нас в студии, задать свои вопросы Не забывайте про это Кроме того, напоминаю, что есть новшества на нашем сайте Мы расшифровываем теперь особые мнения То есть можно не только послушать аудиозапись, посмотреть видеозапись Но и почитать, те, кто любит читать текст Кто любит цитировать, использовать текст у себя в новостях, в блогах Пожалуйста, вы можете все это делать на сайте эхакирова.ру Денис Ерохин до перерыва сказал, что все примеры, которые он рассматривает сейчас В действиях бывшей городской администрации по различным муниципальным заказам Представляет из себя действия такой воровской группировки Поясните, пожалуйста Я еще раз поясню, потому что любую тему, любое направление, которое мы берем Которое мы обсуждаем в Думе, на комиссиях То есть это абсолютно любое Начиная с комбината общественного питания Мы все эту историю знаем И глава администрации о ней уже неоднократно и озвучивал, и говорил Когда у нас картошка покупалась осенью по 37 рублей, потом была оказывается наценка еще 65% И только потом она уходила в детские садики и школы То есть дети вместо банана, яблока и пюре картофельного могли получать только пюре, к сожалению Когда, допустим, АТП, печное топливо Когда у нас Печное топливо, это автобусы у нас заправлялись Заправляли печным топливом, которое по цене дороже, чем на заправках хорошее топливо Когда стесенные дома То есть когда есть такая организация электронный проездной Когда директор выписал себе займ 20 миллионов рублей и положил их на депозит в банке То есть я, честно говоря, не представляю, что происходило в головах у этих людей Мне кажется, это не поддается объяснению Потому что даже спросить у любого предпринимателя Даже он, когда выписывает займ в своей организации И то он 10 раз подумает и проконструируется с бухгалтером, как это сделать, как это вернуть Но это его Когда люди сделают такое и думают, что это будет безнаказанно с государственным имуществом Когда у нас там каждый И говорить об этом, что глава администрации предыдущей или глава города об этом не знали Ну, я в это, честно говоря, не верю и никогда не поверю Потому что, ну, как бы невозможно, не знаете Вот, не знаю, проезжая по городу, видя вот эти же снесенные дома, вот эти помойки Просто это реально помойки То есть кому-то же пришло в голову, например, даже вот то, что сносили И то сделали полигон строительных отходов в Вересниках В Вересниках, то есть туда свозили мусор под благовидным предлогом подъем территории Вот сейчас этот полигон находится у въезда в легкоатлетический манеж Куда с помощью Газпрома вложены, ну, там, не знаю, миллионы и миллионы рублей Не, ну, слушайте, японцы тоже мусором целые острова надстраивают Может, новые технологии какие-то применялись Ну, я не думаю, что в Кире применялись новые технологии Технологии одни, жульнические технологии Причем они, знаете, такие вот, да столько это Они напоминают, как детей в детском садике Вот они украли, да, и вот посмотрели по сторонам, никого нет и унесли Вот, но я говорю, что я надеюсь, надеюсь, что вот правоохранительные органы Тем более у нас сейчас новые начальники Следственного комитета Я думаю, что они во все это вникнут И самообязательно вот все это жулье пересадят Потому что, ну, это невозможно Потому что, ну, вот, например, в Дагестане человек сидит за продажу земли городской Почему у нас Быков до сих пор за Парк Победы еще не сидит? Вот для меня это, например, большой вопрос Я очень надеюсь, что, ну, вот они должны сидеть Быков Владимир Васильевич, бывший мэр города Конечно, все очевидно, то есть, ну, в Дагестане хотя бы человек не так наглял Он хотя бы не Парк Победы продавал То есть он просто продавал землю И там суммы были не 300 тысяч рублей, а там хотя бы какие-то там, не знаю, миллионы Вот, почему здесь правоохранители не находят какие-то это Я очень надеюсь, что... Суды не нашли? Суды не нашли никаких нарушений? Ну, что? Так нет, суды у нас... Причем здесь у нас правоохранительные органы Могут рассматривать в том числе и после решения судов То есть если там действительно документы сделаны, ну, не знаю, там Переоформить земельный участок на организацию, в которой учредитель твой сын Это что она имеет в голове сама? И поэтому отсюда все, и как недаром говорит сама рыба, гниет с головы Так вот, когда голова сгнивала, и все вот эти истории-то, они отсюда и происходили Они происходили везде абсолютно, на всех стадиях Они... И то, что сейчас вот новая администрация сама сталкивается, ну, это как бы реальный ужас То есть... Денис, ну, посмотрите, ведь сменилась и даже не полностью, а лишь совсем немножко Сменилась только верхушка администрации, и в Думе произошли изменения А ведь исполнители, там, первого ряда, второго, третьего, они все на своих местах Они все на своих местах, потому что невозможно... А вы говорите, что были задействованы все, ну, масса Нет, я говорю, что самые основные, ключевые, те, кто ставил подпись Понятно, что там девочки, которые сидят, занимаются делопроизводством в администрации Вряд ли они получали что-то, кроме зарплаты Мы об этом говорим, мы говорим о тех, кто именно принимал данные решения Но неужели, даже если, к примеру, какое-то отношение, к примеру, кого-то, какого-то чиновника Имела какая-то организация, но почему нельзя сделать так, чтобы к ней не было вопросов Денис, вот скажите, пожалуйста, вы говорите, вы это обсуждаете сейчас на Думе Многие или ваши коллеги вас поддерживают в таких и действиях, и мнениях? Ну, я не думаю, что коллеги не видят, что до сегодняшнего дня происходит то, что сейчас скрывается Когда приходит бывший зам главы администрации, который сейчас уволился по социальным вопросам И говорит, что нам необходимо, я уже об этом тоже говорил Необходимо купить лед, потратить 10 миллионов рублей на покупку 400 часов льда Это 25 тысяч в час Это на новогодний праздник? Это не на новогодний праздник, это для дополнительных занятий детей По 25 тысяч в час они покупают лед на бюджетные деньги в муниципальном учреждении Союз А, я поняла, в Союзе каток, ледовая арена Да, каток, и там было создано два союза Вот сейчас глава администрации, вот этот союз, он сейчас один, так скажем, самоликвидирован И тот союз, который действительно должен, те ребята там, хоккеисты, которые действительно занимаются Они сейчас находятся не на Воровском 74, а в Союзе, там, где они должны были находиться Было создано два союза Одно МАО-союз, которое принадлежит лед А другое казенное какое-то учреждение, либо бюджетное, сейчас не помню Там было сделано все очень просто Загоняются деньги на бюджетное учреждение Союз, а потом они перечисляются в МАО Так перечисляется по 25 тысяч в час Если мы придем, что в Дымку, что в Союз, то мы покатаемся И захотим покататься одним, мы покатаемся за 7 тысяч в час То есть это стандартная цена То есть город платил вместо 7 25 тысяч Город платил в 3,5 раза больше Да, вместо 7 платил 25, в 3,5 раза больше То есть говорить, что вот убеждать кого-то, я не знаю Давайте выйдем на улицу и спросим Вот вы верите, что вот это на благо кировчан, на благо города, на благо бюджета городского? Ну вот давайте попробуем хотя бы одного найти Вот может быть тут вот кроме за исключением Серое здание вот здесь Да, то есть может быть он выйдет, да, конечно, это на благо На театральной площади Поэтому как бы вот это реально вот то, что сейчас происходит Вот я когда не был депутатом, я, конечно, понимал, что в городе там какая-то вот Ну не все так хорошо, но сейчас, честно говоря, вот у меня шок от происходящего И насколько я знаю, вот у новых там, кто к нам приехал в администрацию работать Когда какие-то вещи мы с ними обсуждаем Ну вот там, как вот мне сказал один из заместителей Когда мы обсуждали по чем-то домам Шенгинам А люди здесь живут, люди считают себя кировчанами Считают, что они что-то делают Их избирал народ И вот они вот на протяжении многих лет вот это все делали Вы говорите, что вы плотно общаетесь с новой городской администрацией И они возмущены, да, и в шоке пребывают некоторые из них От того, что происходило все предыдущие годы А намерения у них каковы? Намерения исправить, минимум, как бы для начала остановить беспредел И то, что я говорю, опять же, вот вернусь к снесенным домам То, что именно вот я поднял и стараюсь в это вникать и заниматься Но сейчас вот эти хотя бы участки восстанавливаются И планируется все Администрация действительно видит ущерб Почему раньше, насколько мне известно, правоохранительные органы Не могли самовозбудить самоуголовное дело Потому что, насколько мне известно, что город не признавал ущерб Не признавал ущерб того, что печным топливом заправляются Не признавал ущерб, что кому-то там что-то перечислили, что-то не сделали То есть в любом случае от того, кто перечислят деньги от муниципального образования Должно быть признание ущерба То есть если, допустим, вот по снесенным домам Сейчас бы администрация правоохранителям дала ответ Что, вы знаете, нам нет никакого ущерба То как бы они ни старались, как бы они ни видели какие-то составы Наверное, вряд ли бы у них что-то получилось Ну вот, к сожалению У нас заявительная система Конечно, конечно Поэтому я думаю, что вот сейчас вот это все будет как-то перетряхаться И вот то, что и в комбинат общественного питания приходит новый человек Которая, ну, насколько мне известно, тоже возмущена всем происходящим То есть вот это везде абсолютно ФТП, там истории, по-моему, еще мы услышим и увидим Когда там даже муп-кристалл Даже муп-кристалл, который остался единственным муп И то там, я думаю, что какие-то истории тоже будут Муп-кристалл чем занимается? Муп-кристалл это прачка, муниципальная прачка То есть вот, казалось бы, такое безобидное Есть муниципальная прачка? Да, есть муниципальная прачка Казалось бы, такое безобидное предприятие А вот, мне кажется, тоже там какие-то истории Я уже не говорю о тех историях, которые там Что-то типа электронный, проездной, ЦДС Это вообще какая-то там просто, мне кажется Ну, я не знаю, что там Там сейчас погрузится И я думаю, что нам в официальных комментариях Уже там органы будут рассказать У вас сейчас все-таки Мы должны будем прерваться на рекламную паузу Понимаете, за предыдущие годы Очень много было здесь у нас спикеров Которые доставали какие-то такие истории Тоже обвиняли Журавлев Владимир Вениамин часто говорил Что уголовное дело плачет сначала по Дранному Потом по Быкову Потом они все хорошие парни оказывались Из его же слов То есть очень много говорили о том Что вот-вот сейчас следственные органы займутся Вот-вот все будут наказаны И ничего не происходило Вы свежеиспеченный депутат И вы тоже говорите Что куда ни копни Куда ни копни Везде какая-то коррупция Везде умысел Везде нарушение законодательства У вас какой сейчас настрой? Вы думаете, что что-то можно изменить? Я надеюсь, что что-то можно изменить Я, конечно, не следственный орган И это принимать решение следственным органам Просто я могу им так же, как и вы И другие кировчане Задавать просто вопросы Почему это не происходит? Потому что то, что мы видим Но самое главное Вопрос, ответ всегда был один По крайней мере у администрации Почему у нас свалка? Денег нет, чтобы вывезти Почему деревья ужасные сажаются? Денег нет, чтобы посадить нормально Почему не убирается мусор? Денег нет, чтобы обновить Всегда так говорить Нет, у нас бюджет У нас бюджет По-моему, по 2017 году Около 11 миллиардов рублей Наши соседи Ишкар-Ала Да, они в два раза меньше Они до недавнего времени Жили на миллиард 200 Сейчас им, как Национальные республики Добавляют с федерального бюджета 800 миллионов Они сейчас живут на 2 миллиарда Ну, да, они там Так скажем Не Купаются в роскоши Но, тем не менее, они живут То есть, если даже учесть, что у нас город в два раза больше Так вот, у нас Мы выглядим-то не лучше, чем На сегодняшний день Чем Ишкар-Ала Так мы должны жить на 4 миллиарда Вопрос Вот эти 5 миллиардов Ну, 5-6 миллиардов Которые Вот, как бы, мы их не видим То есть, они где? Хороший вопрос Вот здесь мы остановимся Рекламная пауза Особое мнение На 101FM Да, действительно, продолжается программа Особое мнение У микрофона сегодня работает Светлана Занько Своё особое мнение высказывает Денис Ерохин И мы сейчас перейдём К следующей теме 28 мая в Кирове Пройдёт большое обсуждение Уже начавшейся мусорной реформы Эту площадку, на которой пройдёт обсуждение Организует Общественная палата Кировской области С подачей Общественной палаты Российской Федерации Называется она Тема этой площадки будет Что нам делать с мусором Там будут общественники, специалисты, власти И вот сложившуюся ситуацию Проблемы, задачи и предстоящие действия Будут обсуждать Во-первых, хочу у вас спросить, Денис Вы в целом за мусорную реформу? Или против? Ну, в том виде, в котором Она на сегодняшний день нам предоставлена Я, наверное, так скажем Нет, давайте сначала В целом Нужна мусорная реформа? Она, конечно, нужна Нужна Считаете ли вы, что можно провести мусорную реформу Без повышения тарифов То есть без повышения платы каждого из нас Вот вас и меня и всех остальных За вывоз мусора Я не уверен, что это можно провести Хотя, наверное, всё-таки Возможно, но может быть Какое-то всё равно повышение требуется Но совсем, наверное, без повышения Вряд ли у нас это что-то происходит Вы готовы платить больше? Я готов платить Если вы увидите что? Если я увижу полностью созданную инфраструктуру Для того, чтобы с меня брали больше То есть за качественно оказанную услугу За своевременно вывезенные контейнеры А не с горкой такие Которые мы наблюдаем периодически Как бы в городе За то, что не будет несанкционированных свалок То, что, допустим, оператор Будет этим заниматься И вывозить все несанкционированные свалки За то, чтобы не засорялись территории Не создавались вот эти непонятные, так скажем, полигоны Чтобы это были пусоры какие-то сортировочные заводы А, то есть вы против полигонов? Я вообще против полигонов И всегда был против Потому что я считаю, что это засорение территории Например, полигон, который сейчас строится в Осенцах Насколько мне известно Он рассчитан на 8,5 лет Потом он передается администрации Ленинского сельского поселения Слободского района Там выделяются Потом на протяжении многих лет будут выделяться газы То есть там будет засоряться экология Там рядом две речки Там, в конце концов, Осенцы у нас Географический центр Кировской области То есть вот я вообще против полигонов Я считаю, что надо привлекать более какой-то, может быть, мощный бизнес Может быть, не кировский Потому что, ну, видимо, как нам показывает практика Что кировские могут просто в поле нам сделать свалку Я думаю, что надо привлекать какие-то организации Которые действительно будут вкладываться в мусоросортировочные заводы Потому что, ну, большинство из мусора Мы же понимаем, что он имеет вторую, там, третью, пятую Смотрите, у нас в России не только мусоросортировочных заводов практически нет Но и мусоропереработка практически отсутствует Какой механизм вы предлагаете? Нет, у нас мусоросортировочные заводы есть Очень мало Ну, вот если мы будем брать масштабы Масштабы, этого очень мало И об этом подмосковная ситуация тоже говорит Эти мусорные бунты, которые происходили Об этом нам говорят Ну, мусорные бунты, они в Москве очень большие И в Московской области тем более Да, это значит, что недостаточно И понятно, что их недостаточно То есть практически ноль Но я считаю, что у нас и президент об этом говорит Чтобы внимательно следить за вопросами экологии Нет, подождите Давайте вот мы сейчас другую историю подойдем Следить за вопросами экологии Это хорошо, что президент говорит Однако, там, мусорная реформа, которая проводится в Российской Федерации Она принята на федеральном уровне Дальше уже регионы начинают разрабатывать свои схемы Подстраиваясь под задачи вот этой реформы Это значит, что у нас в федеральной реформе Не заложено строительство мусоропереработки И мусоросортировки Или что? Или время как-то растянут? Я думаю, что у нас, опять же, на протяжении Вот все вопросы У нас в Кире Давайте сейчас поговорим про Кировскую область Не про в целом в стране мусорную реформу Вот я считаю, что в целом в Кире Вот 10 лет у нас, знаете, как будто взяли и вырезали Поэтому мы на сегодняшний день, чтобы какие бы здравые идеи Может быть, нам не предлагал федеральный центр Мы к ним просто физически не готовы Вот, ну, это мое убеждение Как бы, там, не знаю, может кто-то так не считает Но я считаю, чтобы, допустим, у нас региональным оператором Стало на 60% муниципальное предприятие Куприд Это здорово, на самом деле Что это не частное предприятие А хотя бы муниципалитет Будет что-то зарабатывать И на фоне этого будут как-то развиваться Но для этого нужны хотя бы Ну, на сегодняшний день Понятно, что там какие-то гигантские заводы Они требуют, там, может быть, там Многих-многих миллионов И, может, даже миллиард там И кто будет вкладывать такие деньги? Муниципалитет? Понятно, что у муниципалитета Компания Куприд, которая будет зарабатывать на вывозе мусора У муниципалитета понятно, что таких денег нет То есть Куприд будет, он действует в рамках территориальной схемы То есть там, и вот Надо привлекать тех инвесторов Которые будут не просто в поле утрамбовывать бульдозером мусор Потому что, ну, мы здесь все временно Подождите, Денис, я все-таки не понимаю Вот вы говорите Хорошо, что муниципальная практически компания на 60% Куприд Будет зарабатывать для муниципалитета деньги Собирая тарифы, ввозя мусор Но строить они не должны переработку и сортировку Пусть это строит частный инвестор Где логика? Нет, я объясню Дело в том, что они просто будут оператор Оператор будет заключать договор в том числе И с перерабатывающими организациями С теми, кто вывозит этот мусор То есть они просто выполняют роль оператора Да, у них есть свой полигон Но на сегодняшний день Почность этого полигона недостаточно И поэтому я считаю, что Надо в первую очередь смотреть Все старые полигоны Пытаться там что-то пересортировать Может что-то поджигать Может еще что-то сделать Все старые полигоны практически все С нарушением построены Смотрите, в Чепецке что творится В Чепецке, в Костино Нам уже неоднократно По-моему первый раз его в начало 2000-х Хотели закрыть Сейчас опять продлили до 2022 года То есть поэтому у нас просто нет инфраструктуры У нас об этом никто не задумывался Но у нас о том, куда город будет вывозить Через несколько лет мусор У нас все время было муниципальное предприятие Муниципальная свалка Куприд Почему его не развивали Почему не делали какие-то, не знаю, карты Сортировки и прочее, прочее Нет, подождите Это неконструктивно, Денис Говорить о том, что почему было Вот как должно стать Я пока до сих пор не разобралась С одной стороны, вы говорите Нужно привлекать инвесторов с большими деньгами А я помню, Илья Вячеславович Шульгин Как-то говорил, что по пальцам одной руки Не сосчитать таких инвесторов с такими деньгами Во всей стране, чтобы строить мусоросортировку И мусоропереработку С другой стороны, муниципалитет, вы говорите Должен зарабатывать на тарифе, на вывозе мусора Но сам строить не должен Вот вообще ничего мне не стыкуется Почему не частный бизнес? Если уж вы говорите Строите на мусоропереработку или мусоросортировку Да пускай они и собирают Куприд с ними будет заключать договор И перечислять им деньги А зачем нам этот посредник? Объясните Я до сих пор не могу понять Вот это примерно из той же истории Так ведь неэффективен Все критикуют фонд капремонта Так и Куприд получается Ну я думаю, что поживем увидим Но возможно, что как бы данная история Ну дай бог, чтобы она прижилась Но тем не менее То, что необходимо что-то сделать с мусором Иначе мы скоро просто завалимся Ну это факт Вот об этом будет у нас площадка Дискуссион 28 мая в Герцинге Вы пойдете туда? Да, если бы возможно Вы пойдете туда Потому что даже судя по тому, что вы сейчас говорите Понимание четкого А как должно быть? А за чьи деньги должно быть? И почему после того, как был объявлен такой большой процесс в стране Мы все равно идем по истории Которую вызывают столько критики Мы просто были не готовы к этому процессу Так ведь не только в Кировской области получается Да, но я еще раз говорю И буду Ну вот я самоубежден, что я Вот если лично мое мнение У нас тут все, что говорится Это все мое мнение Я считаю, что я категорически против вообще каких-либо полигонов Не говоря уже в восемьцах То есть надо что делать? Надо одновременно вводить То есть надо искать инвестора на строительство мусоросортировки Конечно Мусоропереработки Потому что везти-то некуда У нас очень мало в стране перерабатывающих предприятий Очень мало У нас поэтому макулатуру в Кирове принимают за 5 рублей килограмм Потому что, чтобы ее везти на переработку Куда-то ее там везут непонятно куда То есть у нас, видимо, даже перерабатывать, извините, в туалетную бумагу не могут, что ли, в Кирове Я не знаю До сих пор не ясно То есть привлекать инвестора Строить мусоросортировку Мусоропереработку Одновременно тогда придется работать с людьми Чтобы они сортировали свой собственный мусор Куда? Нет, если будет мусоропереработка и мусоросортировка Допустим, если будет мусоросортировка Что мешает привлекать малый и средний бизнес Чтобы, как вы говорите, в том числе делали из макулатуры туалетную бумагу Или еще что-то Перерабатывали пластик и прочее То есть вот это и есть Работа такая, скажем, по привлечению инвесторов Это дополнительные рабочие места И самое главное, даже не в этом, а самое главное то Что если, допустим, выбросил какое-то стекло, например Или оно гниет сотнями лет А если это все переработал То, по крайней мере, оно появилось в каком-то другом виде Вы сами сортируете мусор? Я стараюсь, да Вот то, что у нас стоят контейнеры пластик и бумага Сахарские контейнеры Сахарские контейнеры, по крайней мере Сортируете? Да, стараюсь А коллеги ваши по городской думе? Честно говоря, я не спрашивал Обязательно поинтересуюсь Вот, раз уж мы говорим, что у рыбы должна быть здоровая голова То, наверное, надо будет поинтересоваться у городской думы Но я надеюсь, что и на площадку 28 мая в Герцингу придут депутаты И можно будет об этом говорить Очень хотелось бы, чтобы поднимались там острые вопросы И были бы какие-то конкретные предложения Чтобы не просто поговорили, разошлись А действительно это как-то... Ну, я считаю, что без привлечения каких-то, допустим, там Вот именно, как вы говорите, и переработчиков, и мусоросортировщиков Ну, вот как по себе подразумевает полигон сама в Осенцах То я считаю, в таком виде нам никакие полигоны не нужны Не только в Осенцах Потому что, ну, это мое мнение Потому что, ну, вот мы заваливаем, мы утрамбуем все вот это В течение восьми лет Потом отдаем сельской администрации Говорим, ребята, возьмите и делайте с ним что Что они будут делать, когда у них бюджет У них там всегда на лампочку хватает, чтобы крутить все в контор Да, но надо сказать, что обещает быть компания Куприт И компания САХ на этой площадке И, правда, очень хочется задать вопрос бизнесу Что они думают по поводу строительства заводов Мусоросортировочных и мусорперерабатывающих Считают ли они, что это возможно или невозможно И почему тогда Я так понимаю, что вход будет открытый Поэтому мы с вами, Денис, можем пригласить наших слушателей На эту площадку 28 числа В три часа, насколько я помню В библиотеке имени Герцена Будет подниматься этот вопрос Посмотрим Главное, чтобы там не было вот этого, как называется, хайпа Когда цепляется за одну тему И она выбивает потом все остальные Ну, а пока благодарю вас, Денис, за ваше особое мнение Денис Ерохин, депутат городской думы от ЛДПР Был в гостях нашей радиостанции Передачу вела Светлана Заньков Всем хорошего дня Все доброе Особое мнение На 101FM